Что делать, если я нашел в видео, что там рассказывается мои пароли или генераторы ключей для доступа к информации, которую я не хочу получать, например, к моему видеокурсу. У ютуба есть специальная форма, нажимаете кнопочку «пожаловаться», да, и сразу там есть пункт, называется «мои там личные данные, конфиденциальные – другое». Прямо заполняете форму, и ютуб очень быстро реагирует на это моментально, потому что это такая форма, которая… Но, опять же, будьте внимательны, если там вы подумали, либо вам показалось, то вы получите черную метку от ютуба, как недобросовестный жалобщик в таком формате. Это опять мои личные умозаключения, никакого там ютуба нет, но в принципе, чтобы вы понимали, что если вы нашли ролики, где есть ваше, ну, к примеру, что вы в этой школе учились, там какая-то фотография, там, выпускников школы, вы там не хотите, чтобы вы там присутствовали, там, в этом формате, то в принципе, можете получить. Если видео содержит информацию, позволяющую обойти ограничение доступа, включающие пароли, генераторы ключей, данные для взлома, подайте запросы через специальную форму. Пара-пара-пам. Вот все просто, все через форму у ютуба, как, кстати, и у нас. Друзья мои, я еще, у ютуба нет телефонов, нет там адреса, там, ну, адрес есть, но опять же, если у вас большой канал, у вас есть личный менеджер, телефонов нет. Потому что менеджеры ютуба, они по всему миру, по всему земному шару и звонить не надо. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.